Всем привет! Это программа Ревью и сегодня в эфире. Группа 91 довела поклонниц до истерики. С этими девушками спать нельзя. Оскорбленные мужчины сняли пародию на женский тренинг. Праздник классической музыки. Останчане приобщаются к мировому искусству. Щедрая душа. Казахстанцы помогли путешественнику совершить кругосветку. Позор Хэтуэй и пушистый носок для Эмилии Кларк. Что было за кадром эротических сцен? А ты кто? Певец Эмин Агаларов проснулся с незнакомкой. Сотни поклонниц потусили на презентации нового клипа группы Nighty One. Визг было слышно на 5 километров в округе. А теперь представьте, когда вся эта толпа начинает рыдать разом. Чем молодые артисты довели фанаток до нервного срыва, расскажет Яна Пучкова. В ожидании чуда несколько сотен игл собирались на презентацию нового видео от Nighty One. Ведь продюсер Ербулат Бизельхан заявил, что его подопечные примерили абсолютно новый образ, чем вызовут очередную волну ажиотажа. Мы хотели показать себя и с другой стороны. На самом деле ребята очень личные. Снимался в Алмате, режиссером я сам был. Шито было отдельно костюмы. Не надо уже копировать никого, не нужно смотреть ни на кого. Не надо за деньгами гоняться, за твой бизнес. Сами же участники группы приложили немалые усилия, чтобы выгнать из себя бунтарей и стать романтиками с потрепанной душой. Наш новый клип. То есть это на песню «Хай Та Дан». Сам трек, он об отношениях, которые как бы уже прервались, и человек, который хочет начать эти отношения, не может достучаться до противоположного человека. Презентация превратилась в настоящий open-air. Ведущие вечера Адильяны Вайнершако только и успевали слова вставлять, потому что толпа кричала, как сумасшедшая. Мы в ожидании нового клипа ваших любимцев. Но несмотря на это, формат считался домашним, ведь Алимзак и Зибала и Эйс вели полный интерактив с иглзами, отвечали на вопросы поклонников, ну и козыряли другими музыкальными способностями от рэпа до джаза. Пока подошло время показа клипа, толпа зрителей увеличилась вдвое и не зря. Черно-белые тона, сильные эмоции на лицах участников и даже ванна холодной воды, не остудившая чувство Эйзи, все это дало эффект бомбы. После того, как 901 уже вживую спели сингл «Кайтадан» и удалились со сцены, начался полный трэш. По периметру площадки поклонницы окружили выходы, а некоторые даже прорывались сквозь ОМОН, но чего не сделаешь, чтобы дотянуться до звезды. В это же время во Франции проходил целый кей-поп-фестиваль. Там поклонники вели себя совсем жестко. За несколько дней они занимали выгодные места, а уж в зале творился настоящий хаос. Выходы после концерта были забиты еще часа четыре. Есть вероятность, что такое будущее ждет и наших артистов из группы 901. Начало ведь уже положено. Яна Пучкова, Респай Кыш, Новости Ревю. Гости и жители столицы приобщаются к мировому искусству на грандиозном международном фестивале «Астана-Киштыры». Любители камерной музыки уже услышали хиты группы «Аба» и музыку эпохи барокко в исполнении форта-трио под руководством Тимура Урманчеева и камерного оркестра «Академия солистов». Сегодня же пройдет вечер инструментальной классики. Все концерты в рамках фестиваля может посетить каждый желающий бесплатно. Именитый путешественник Дэвид Клинтон почти удачно завершил свою кругосветку. В Казахстане, кстати, он попал в аварию, и его машина вышла из строя. Наши люди не могли пройти мимо чужой беды. И оказали такую помощь, что Дэвид аж в Африку пулей метнулся. Целых пять лет гражданин ЮАР Дэвид колесил по миру. Но именно на Балхаше его тревел-история, казалось, подошла к концу. Разбитые машины, упадок сил и энтузиазма велели ему купить билет на родину в Южную Африку. Узнав о такой печали, казахское географическое общество приняло решение поддержать путешественника. Своими силами и средствами спонсоров отремонтировали авто. Но с условием ЮАР и Казахстан теперь должны культурно подружиться. Мы считаем, что каждый человек считает своим долгом помогать путешественнику, который оказался в чужой стране и оказался в беде. Мир не без добрых людей. Данная машина сегодня представлена уже в ее окончательном исполнении. После такой поддержки Дэвид, естественно, собрался продолжить свой путь. Теперь у него не только машина, но и велосипед, сноуборд и альпинистское снаряжение всегда с собой. Так, на всякий пожарный. Меня переполняли эмоции, когда мне протянули руку помощи. Вообще, у вас повсюду есть добрые люди. Мне, конечно, предстоит долгий путь, но когда я достигну цели, я всем расскажу о вашей стране. Нам обязательно надо сотрудничать. Продолжать свою миссию укрепления дружбы между ЮАР и Казахстаном Дэвид будет под флагом нашего географического сообщества. Перед грандиозным трипом Аксакалы дали ему напутствие, а байкеры торжественно сопроводили Клинтона до границы. Дэвид теперь пройдет через Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, Иран, Эмираты, Кению и еще пятерку дальних стран. Яна Пучкова, Руслан Хасанов, Новости Ревью. Да Винчи собирается в плаванье. Сегодня в Парижском Лувре спасают экспонаты. Сотрудники проводят эвакуацию бесценных произведений искусства, которые находятся в подвалах музея. Из-за чего, собственно, на весь день туристы останутся без экскурсии. Но лучше потерпеть денек, иначе все добро просто уплывет. Напомним Францию, который день заливает. Дожди затопили несколько городов. Из берегов вышло сено, возле которой и расположен Лувр. В сети появился мужской ответ Юлии Печорской, известной благодаря скандальному тренингу. В своем видеоуроке коуч объясняла, как найти богатого мужчину и с кем иметь дело категорически нельзя. Мужчины тоже подошли к ситуации прагматично и меркантильно. Только в отличие от Печорской разделили девушек по весовым категориям. С этими девушками спать нельзя вообще, в принципе. Ну, допустим, если мы возьмем слонов как общество, то самую худосочную садку выгоняют из стада вообще. 80 килограмм надо все время поддерживать. Она постоянно будет тусоваться у холодильника. Она будет вас обжирать. Денег вы на нее не напасетесь. Правда, по просмотрам мужским видеоблогерам еще далеко до миллиона Печорской. Ну, а мы продолжаем. Сегодня судмедэксперты назвали причину внезапной смерти музыканта Принца. Композитор и исполнитель скончался от передозировки опиоида, который он употреблял в качестве болеутоляющего. Медики утверждают, что артист принял смертельную дозу фентантила, хотя такого врач ему не прописывал. Как бы там ни было, он навсегда останется в наших сердцах благодаря его музыке. Он жил в боли. Это многое объясняет. Как музыкант я могу сказать, что это вряд ли изменит отношение людей к нему. Он был великим, и этого у него не отнять. Его творчество будет жить еще очень долго. Напомним, 21 апреля. 57-летнего певца обнаружили в лифте в студии звукозаписи без признаков жизни. Теперь за 300-миллионное состояние артиста будут бороться его многочисленные родственники. Оззи Осборна и его супругу Шерон обвиняют в обмане. Бывший менеджер музыканта заявляет, никакой измены не было. Общественность в недоумении. По словам бывшего сотрудника Оззи Осборна, история с любовницей, разводом и интервью на эту тему не более чем пиар-ход. Дело в том, что в скором времени коллектив рокера Black Sabbath отправится в гастрольное турне. И, естественно, после громкого инцидента внимание к группе увеличилось. Не комментируют свои отношения и Зейн Малик с Джиджи Хадид. А тем временем стало известно, что молодые люди расстались. Об этом заявили представители модели. Причина разрыва не уточняется. Однако в кулуарах поговаривают, что все дело в ревности Джиджи. Эмбер Хёрт опубликовала переписку с директором Джонни Деппа, которая подтверждает, что актер поднимал на нее руку. В сообщениях мужчина просит прощения от лица Деппа за несдержанность. В это же самое время телохранитель, друзья, бывшие жены и даже полиция заявляют, что Эмбер лжет и актер никогда не бил женщин. В общем, развод продолжается, и судья, скорее всего, очень долго будет разбираться, кто тут жертва. Напомним, Хёрт подала на развод после 15 месяцев брака и теперь пытается отсудить у Джонни 20 миллионов долларов. Мирайя Кэрри на грани, приближенные к звезде, утверждают, что она увлеклась алкоголем. К бутылке певица стала прикладываться из-за проблем со свадьбой. Дело в том, что бывший супруг звезды не подписывает бумаги на развод, а без этой вольной девушка не может повторно связать себя узами брака с миллиардером Джеймсом Паркером. Киану Ривз рассказал о своей болезни. Выяснилось, что звезда «Матрицы» некогда страдал от булемии. Сейчас всё позади, и актёр принимает активное участие в благотворительных миссиях по борьбе с расстройством пищевого поведения. Родные никогда не должны обвинять больного, а только поддерживать. У Мадонны тоже сейчас забот полно. У артистки серьёзные проблемы с дочерью Лурдес. На днях девушка была замечена на улице Нью-Йорка, где приставала к прохожим и обливала водой. Заметив папарацци, она расплакалась. Что стало причиной такого поведения богатого ребёнка, не уточняется. Сабина Таргаева, Новости Ревю. Угадайте, что на сей раз учудила Ким Кардашьян? Звезда опубликовала очередное «Белфи». На фото девушка в неглиже словно вот-вот встанет в постели. И, как обычно, её ягодицы вызвали бурную реакцию подписчиков. 780 тысяч лайков и более 20 тысяч комментариев. Но, судя по подписи, это не очередная прихоть, а кадр из фотосета для нового проекта. Кстати, выяснилась ещё одна пикантная подробность сумасшедшей семейки. Канье Уэст любит, когда его мягкое место кусают. Правда, исключительно во время массажа. Появилась информация, что певец обращается к доктору Доту. Её техника покусывания, оказывается, давно покорила Гуэн Стефани, Риану и Эминема. О, а сейчас мы перейдём к вещам более интимного характера. Конечно, Уэст могут оголять, что хотят и когда хотят. Уже никто не удивляется. Но не каждый день Энн Хэтуэй сбрасывает себя всё перед съёмочной группой. А Эмилию Кларк развлекают голые парни с носками на том самом месте. Конфуз произошёл на съёмочной площадке «Игры престолов». Джейсон Мамоа, он же Кхал Дрога, в одной из эротических сцен сериала предстоит обнажённым перед Кларк. Если зритель видел мужские ягодицы, то Эмилия, подавляясь в мешок, любовалась пушистым розовым, погодите, носком. Энн Хэтуэй сама себя загнала в краску. Для эпизода в драме «Любовь и другие лекарства» ей нужно было раздеться до гола. Когда актриса собрала волю в кулак и решилась скинуть с себя плащик, оказалось, что камеры не работают, а грудь и бикини сверкают просто так. Энн пришлось повторить трюк снова, но нежелательная репетиция до сих пор снится в кошмарах. А Генри Кавиллу пришлось извиняться за чрезмерную страсть. Один из самых сексуальных суперменов в 2007-м сыграл зять английского короля в «Тюдорах». Во время съёмок «Страстного секса» партнёрша так разошлась с Кавиллом, что он почувствовал возбуждение. А для актёра это непрофессионально. Пришлось взять небольшой тайм-аут и оправдываться перед коллегой. А Лиззи Каплан знает, что делать, чтобы не стесняться. Актриса вспоминает первую эротическую сцену в многосерийке «Настоящая кровь» со смехом. Помню, было что-то около 7 утра. Я стою голой перед гримершей, которая поправляет мне макияж, и я пью водку из большого стакана. Ещё не был закончен мейкап, а Лиззи была уже готова. Благо, в эпизоде у актрисы не было слов, потому что нечленораздельная речь могла сорвать съёмки. По сравнению с тем, что пришлось пережить Кристоферу Минц-Пласе, в «Суперперцах» это цветочки. Когда парень играл знаменитого Мактрахера, ему не было 18-ти. А по законам США, несовершеннолетнего во время горячих сцен должны сопровождать родители. Что ж, мама все дни увидела многое. Виолетта Тельманова, новости ревью. Певец Эмин Агаларов после развода уходит в любовный отрыв. Это даже в его синглах стало заметно. Несколько часов назад артист презентовал и новое видео на песню «Рядом проснуться». Но поклонец больше всего волнует, с кем тогда он засыпал. На этот раз партнершей Эмина стала 24-летняя модель Кристина Гонтарь. Парочка так натурально любовь играла, что злые языки уже плетут интриги. Рядом проснуться, тебя окунуться. А вот рэперу с Джигану впору открывать фабрику страз. Ведь судя по его синглу и клипу «Должен сиять», блеска ему явно маловато. Но критики также подметили, что ему не хватает еще и словарного запаса. Фразы «Я», «Джиган», «Красный», «Сиять» и «Смотри на меня» повторяются более 10 раз за 3 минуты. А что касается видеоряда, то клубы, тачки и девушки в мини не собираются менять свои дислокации. На троечку, Джиган. Спанчбоб набил плюшевую морду смешарика. Нет, это не новый мультик, а вполне реальный детский праздник. Что не поделили эти чудаки, остается загадкой. Но трепка достойна внимания. В разгар детского праздника никто и не заметил, как началась потасовка. Но как только пинки под мягкие места стали серьезными, малышня, как ни странно, начала ликовать. В итоге этих героев даже пришлось разнимать. Выступление Сергея Лазарева на Евровидении уже стало мейнстримом. Школьник из Сургута попытался повторить номер. Правда, вместо голограммы он использовал стулья и стремянку. Питомцы пушистики уже не актуальны. Теперь выгуливание питонов – не редкость. Правда, можно поспорить, кто сильнее – поводок или рептилия. Птицам нагадят на машину, расплюнусь. Правда, крылатым и этого кажется мало. Пернатые теперь пытаются разбить лобовое стекло клювом. Китайский подросток захотел выглядеть крутым, когда сообразил горящий коктейль. Даже прикурил от него. А когда собирался его выпить, то даже дарта не донес. Как огненная жидкость вылилась ему на причинное место. Экстремалы придумали себе новое развлечение. Теперь они гоняют на детских автомобилях. Правда, веселье длится недолго. Гонки разлетаются в щепки на первом же подъеме. Яна Пучкова, новости ревью. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите ревью и будьте в курсе. Хороших выходных. Пока. Одежду ведущим предоставил интернет-магазин «Ла Мода». Далее.